МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиша и в ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! Четыре гонбалистки Гомеля в составе национальной сборной готовятся к матчам квалификации чемпионата мира. Жлобинский металлург и Гомель провели очередные домашние матчи в чемпионате Беларуси по хоккею. В Гомеле состоялся 10-й турнир по мини-футболу памяти Александра Минина. Женская сборная Беларуси по гонболу начала подготовку к отбору на чемпионат мира 2017 года. Гонбольный клуб Гомель делегировал в состав нацкоманды четверых спортсменок. Накануне старта учебно-тренировочного сбора гомельчанки провели очередной матч чемпионата страны. Подопечные Томожа Чаттера на своей площадке принимали команду Берестия. В составе гомельчанок в этой игре дебютировал новичок, гонболистка из Черногории Елена Маркович. В этот вечер обошлось без сюрпризов. Гомельчанки доминировали на площадке и уверенно победили 44-20. Игровое время получили все гонболистки, которые были заявлены на игру. Самой результативной стала Анна Редька, 9 голов. В общем же заброшенными мячами отметились 11 подопечных Томожа Чаттера. Пугается перед игрой, да будет несерьезность в игре. Но очень рад, что раз повторяю, да, отыграли все так, могли все девушки отыграть, настроение хорошее. И поэтому мог попробовать защиту 6-0, 3-2-1, 5-1. Очень довольны. В этом матче в составе Гомеля дебютировала правая полусредняя из Черногории Елена Маркович. Она пополнила состав команды в начале ноября. За плечами 26-летней спортсменки выступления в чемпионатах Черногории, Хорватии, Словакии, Германии и Франции. Свой дебют в чемпионате Беларуси легионерка отметила четырьмя голами. Атмосфера в команде, я считаю, очень великолепная. Девушки меня хорошо приняли, мы хорошо тренируемся. С самого начала мы удачно играли в атаке и защите. Это моя первая игра, и я рада, что мы все хорошо сыграли и победили. Пока, по мнению Томожа Чаттера, Маркович не в лучшей форме. Однако к решающим матчам чемпионата гонболистка наберет необходимые кондиции. Раньше я играла в хороших опытных клубах, тоже в Лигу чемпионов в будущем. Последний год намного потеряла свою кондицию, общую подготовку. Поэтому она сейчас играет на 50%. Я, наверное, буду приготовить там, когда будут серьезные мячи, серьезные игры. Есть опытных игроков, есть видно, но только надо еще физику. Это будет нормальный игроков. Вскоре в команду может влиться еще один новичок. По крайней мере, такого развития событий Томож Чаттер не исключает. Еще мы кого-то увидим? Наверное, да, но надо пождать, кто может. Со 2 по 4 декабря в Минске состоится отборочный турнир чемпионата мира 2017 года по гонболу среди женских команд. Участие, кроме сборной Беларуси, примут команды Швейцарии, Турции и Косово. Белорусские уже начали подготовку к турниру. Во время учебно-тренировочного сбора команда проведет ряд товарищеских матчей, в том числе и со сборной Литвы. В Минск отправились и гонболистки Гомеля, Валентина Кумпель, Виктория Шамановская, Ирина Дронова и Кристина Охраменко. В расположение сборной Украины отправилась Анна Редька. Завтра украинки отправятся в Словакию на отборочный турнир к чемпионату мира. Квалификация пройдет с 25 по 27 ноября. Соперниками сборной Украины будут команды Словакии, Греции и Литвы. На минувшие недели в Гомельской области гостили полпреды Гродненского региона в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге. Неман и Лида поочередно наведались в гости к Гомелю и Жлобинскому металлургу. В четверг в Жлобине столевары принимали Неман. Гости были сильнее 4-2. В Гомеле рыси сражались с Лидой. Эту игру сложно назвать зрелищной. Команды на двоих забросили три шайбы, по одной в каждом периоде. Лазарет Гомеля полон. Из-за травм Олег Хмыль не досчитался ряда игроков. Иронов на месяц. Ревенко приблизительно на такой же срок. С Клеменцией он чуть получше. Обещали, что к субботе будет готов, но на сегодняшний момент он пока не готов. Поэтому тяжело прогнозировать. Тяжело без хоккеистов такого уровня. Поэтому приходится выкручиваться. Кроме временных потерь были и приобретения. В матче с Лидой в составе Гомеля вышел опытный нападающий Андрей Мокров. К тому же вернулся из шахтера Эдис Брахманис. А из стана Динамо Молодечный прибыл Кирилл Сачивка. Правда, Брахманис и Сачивка в игре с Лидой команде помочь не могли. Счет в матче открыли хозяева, сумев воспользоваться большинством. На 13-й минуте первого периода Александр Усенко удачно сыграл на добивании. Следующей голевой атаке болельщикам пришлось ждать более 20 игровых минут. Хозяева смогли удвоить свое преимущество только в концовке второго тайма. Шайба снова была заброшена при игре в неравных составах. Правда, на этот раз гомельчане были в меньшинстве. Ошибкой обороны гостей воспользовался Павел Мусиенко. На экваторе третьего периода гости забросили вполне заслуженную шайбу. И тут стало тревожно за итоговый результат. Какие-то лиды вполне до финальной сирены могли дожать хозяев и перевести матч в овертайм. Однако гомельчане выстояли и записали на свой счет три очка. Олег Хмыль был доволен результатом, однако не игрой своих подопечных. Команду сегодня просто не узнал. Поэтому хочется извиниться за такую игру перед болельщиками. Грубейшая ошибка в большинстве предопределила исход матча. Некоторым игрокам не хватает уверенности. Но так, ребятам спасибо за самодачу, за хорошую игру. В субботу Лида отправилась в Жлобин. Подопечным Игоря Стрюкова не удалось сражиться с зачетными баллами и в этом противостоянии. Столивары победили 5-2. Гомель в этот день принимал Неман. В первом периоде хозяева открыли счет, однако в оставшееся время больше не смогли поразить ворота соперникам. А вот хоккеисты Немана вынудили четыре раза капитулировать защиту хозяев. 4-1 и Гродненцы увозят из Гомельской области шесть очков из шести возможных. Накануне Гомель провел еще один домашний матч. Соперникам было Динамо Молодечно. Рысим не удалось реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от Немана. Хозяева открыли счет, однако удержать преимущество не смогли. Гости сравняли счет еще до конца основного времени, а уже в овертайме вырвали победу. В верхней части турнирной таблицы команды идут плотно. Лидирует Юность на два очка, опережая Неман. Гомель на четвертой позиции. Отставание от лидера 8 баллов. Металлург замыкает шестерку сильнейших. Гомельская команда ВРЗ продолжает лидировать в чемпионате Беларуси по мини-футболу. В 12-м туре вагоноремонтники одержали очередную победу. На этот раз был повержен Могилевский Форте. На счет встречи 6-2 в пользу гомельчан. Эта победа стала 11-й для гомельчан в нынешнем чемпионате. БЧ не смог разжиться очками в противостоянии с Борисовым 900. Железнодорожники, выигрывая по ходу встречи с отчетом 3-1, не смогли удержать преимущество и уступили 3-4. Агрокомбинат Южный в Гродно был бит местным УВД Динамо 1-4. Светлогорский ЦКК вновь уступил. На этот раз Витену 0-2. После 12-ти туров ФРЗ продолжает возглавлять турнирную таблицу. Отрыв от ближайшего преследователя 6 очков. БЧ замыкает восьмерку сильнейших. Южане на 11-й позиции. ЦКК на последний 16-й. В Гомеле состоялся 10-й турнир по мини-футболу памяти Александра Минина. В традиционных соревнованиях дорожников приняли участие 23 команды. Александр Минин с 1994 по 2005 годы возглавлял «Беловтодор». Кроме этого, его имя тесно связано с белорусским мини-футболом. Александр Минин был инициатором создания команды «Дорожник». Один из самых титулованных белорусских клубов и сейчас выступает в высшей лиге чемпионата Беларуси по мини-футболу. Все успехи команды «Дорожник» были связаны с его именем в ту пору, когда он руководил отраслью. И «Дорожник» довольно-таки успешно выступал и в чемпионате, и на международной арене. Мини-футбол сейчас самый популярный вид спорта у работников дорожного хозяйства. Победить в турнире памяти Александра Минина престижно. А потому команды основательно готовятся к этому старту. «Уровень турнира растет с каждым годом. Команды показывают очень хорошую игру. Большинство команд. Все стараются на этот турнир, укрепляются и все хотят выиграть». Турнир проводился в два этапа. Лучшие по итогам группового продолжили борьбу в плей-офф. В результате до финала дошли команды дорожно-строительных трестов номер два из Гомеля и номер шесть из Гродно. Гомельчане победили соперника со счетом 1-0. Третье место заняла команда столичного ДСТ номер семь. В Гомеле состоялся второй тур 13-го чемпионата Славянской баскетбольной лиги. Этот турнир проводится в нескольких возрастных категориях и объединяет команды из Беларуси, России и Украины. В нашем областном центре соревновались спортсмены самой младшей возрастной категории 2005-2006 годов рождения. Первый тур 13-го чемпионата Славянской баскетбольной лиги состоялся в Воронеже. В Гомель приехали команды из Санкт-Петербурга, Курска, Гродно, Светлогорской и Речицы. Гомель представляла команда областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Это команда наша бронзовый призер чемпионата страны по 2005 году. Мы их только собрали, как полтора года работаем. Ну, а российские команды, это уже команды накатанные, около пяти лет девочки занимаются, уже хорошие команды. Курск и Динамо, Курск это традиции, потому что там команды все из суперлиги, премьер-лиги, детские команды. Они традиционно к нам приезжают, уже третий приезд к нам, и Курска, и Питера. Поэтому это соревнование проходит на хорошем уровне. Всего в чемпионате славянской баскетбольной лиги участвует около 20 команд. Конкуренция высокая. Когда играешь против сильного соперника, то и сам становишься сильнее. У нас идет первенство Санкт-Петербурга по мини-баскетболу. И вот этот турнир нам поможет, думаю, в дальнейшем сыграть второй круг получше. Первый круг мы уже все равно три игры проиграли. Так что будем готовиться после зимних каникул. Нам этот турнир должен помочь, приобрести опыт. Баскетболистки из Санкт-Петербурга лучший соперниц провели матчи турнира и стали победительницами второго тура. На втором месте расположилась команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Замкнули тройку сильнейших спортсменки из Курска. Третий тур чемпионата славянской баскетбольной лиги в этой возрастной категории состоится в январе в Речице. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова